Всем большой привет, друзья! С вами Алиса, и у нас сегодня наконец-то игровое видео. Играем мы, если кто-то забыл, в Симпсон и Спринфилд. В общем-то, какие новости? Немножечко у нас будет меняться формат. Уже не буду я снимать каждое задание по одному заданию каждый день. Мы теперь будем проходить комплексно. Когда мы будем получать новых персонажей, мы будем сразу же проходить все их задания. Так, давайте тут снимем, кто тут у нас остался. Это у меня товарищи, которые на индивидуальных заданиях вечно живут, с них не выходят. Так, так, так. Все, чтобы они не отвлекали. И давайте теперь посмотрим, кто у нас тут остался еще. Значит, сеньор Дин Дон, ходить с хвостом по городу. Давайте вот правим. Ну, в общем-то, само задание мы уже видели. Точно такое же. Ну, вдруг, если кто-то пропустил, вот он, пожалуйста. Классное задание, как по мне. Вот, и сейчас мы его ускоряем. Ну, посмотрим, возможно, это будет последнее в его цепочке задание. Нет. Быть супергероем трудно, но хорошие вещи происходят лишь с теми, на по ком звонит колокол. И конец. Ну, красиво так он закончил свою речь. Все, Дин Дон, теперь можешь отдыхать спокойненько. У нас здесь еще тренерша. Немножко еще не закончила свои задания. Двигать ящики. Отправляем. Вот, смотрите. Как будто действительно она занимается упражнениями. Вот, приседания, приседания. Раз, два, три. Четыре. Не, три. Да, ножки подкачала теперь. Пресса смешная. Она в этой... Я даже не знаю, как это назвать. Костюм. Форма. Как какой-то разнорабочий. Ей не идет. Гораздо лучше ей в шортиках. Вот, теперь мы ее ускоряем. Мы перенесли все ваши вещи, сэр. Чем-то еще может вам помочь? Нет, это все. Благодарю за помощь. Всегда пожалуйста. Я немного передохну, а потом мы пойдем. С ним все будет нормально. Очухается. Но за обморок на задании зачета не получит. Заставить тренера Памельхорст быть неумолимой. Ого, на сутки. Ну, тут придется раскошелиться на пончики. Будь неумолимой целые сутки. Ну, это такое невидимое задание. Просто в школе. И конец. Как я вижу, что с последнего обновления у всех персонажей было четенько по пять заданий. А не три, как раньше. И это здорово. Так, эти все, по-моему, не начинались. Давайте пока оставим так, как есть. И откроем коробочку. Я уже так соскучилась за ней. У нас сегодня старатель, силач Гомор, заплатка и бедная фиалка, надгробие Марвина Монро. Я уже очень давно его хочу получить. И танцующий робот-прожектор. И кто же у нас будет первый? О, то, что я больше всего и хотела. Надгробие. Я видела, некоторые из друзей ставят его возле работы Марвина, возле его офиса. Но, как-то, я так думаю, все-таки он еще у нас живой в игре. И он у меня постоянно там на задании виден. Будет странно, если его надгробие будет рядом же. Пусть лучше будет возле этих кладбищ находиться. И заплатка и бедная фиалка. Такие вот прикольные ребятки. Пожалуйста, сэр, мэм, можно еще немного? Заплатка и бедная фиалка. О, классно. Борчик собран, еще дети. Привет, ребята. Ребята, покажитесь, какие вы тут. Бедная фиалка, я так голоден, что мог бы свои туфли съесть. Мы твои туфли на день благодарения съели. Теперь нам остается только положиться на пожертвование. Заставить заплатку и бедную фиалку попрошайничать, не покладая рук. Ох, бедняжки, мне их уже жалко. Ну что, отправляем. Такое вот задание, заодно мы можем их поближе рассмотреть. Я так понимаю, что это мальчик и девочка. Фиалочка это девочка, а заплатка моя... Доллар и улетел. Ну что же вы так неаккуратно. И улетел. О, как это трогательно. Да, давайте их ускорим, чтобы не мучить. Похожие все деньги, которые нам удается собрать, пропадают еще до того, как мы успеваем их потратить. Я деньги не ем. Точно. Ладно, я их ем. Есть деньги. Сегодня для подаяния день явно не подходящий. Чхи. Бедненькая заболела. Попрошайкам выбирать не приходится. Так что я выбираю копание в мустерном баке. Отличная мысль. Даже черствую хлебную корку можно смягчить с помощью талого снега. Заставить заплатку и бедную фиалку копаться в мусоре. Такое вот скрытое задание. Копаться в мусоре. Ну, я так думаю, мы когда ускорим, посмотрим. Куда же они пойдут? Возможно, на мусорную кучу. Ну, куда вы, ребята, тут пришли? К Вики-маркету? Заплатка. Смотри, что я нашла. Денежную банкноту с дырками. Это не дырки. Это нули. Фиалка, мы с тобой нулионеры. Нулионеры. И что нам со всеми этими деньгами делать? Не знаю, но мне многого зелени я еще никогда не видел так много. Ты имеешь в виду зелень на деньгах или зелень на моей ноге? Вот, вот мы потратим деньги на то, чтобы избавить твою ногу от зелени. Было бы здорово. Заставить заплатку и бедную фиалку купить лечебную пилюлю. О, друзья, ну что вам сказать. Мне все грустнее и грустнее, когда я читаю эти задания. И мне их так хочется пожалеть. И дать им хоть сколько-то денег, чтобы они нормально поели, не чихали и не болели. Так, пилюльку опять в Квики Маркет. Теперь мы можем потратить остаток денег на хороший ночлег. С настоящими простынями и одеялами и... Как эту штуку называют? Ах да, с подушками. Звучит великолепно, но я не уверена, что мы сможем спать не там, где привыкли, на полу церковного подвала. Заставить заплатку и бедную фиалку спать на полу. Ого, 24 часа. Ну вы, ребята, и спите. Ускоряем. Ага, такие в церковь пришли. У нас проблема, бедная фиалка. Помимо твоей хронической гиперемии... Ага, мне до сих пор деньги карман жмут. По крайней мере, мне кажется, что именно поэтому там так жжется. Нужно от них избавиться. Давай отдадим их тому, кто нуждается в них больше, чем две голодные бездомные сиротки. Заставить заплатку и бедную фиалку подать милостыню. Очень странно, что никто больше не участвовал в диалогах. Ни Лиза тут не появилась, ни Барт. Вот они как-то сами по себе между собой болтают. И раздают денюжки. Вот опять в Квики Маркет пришли. И конец. Блин, какая грустная история. Друзья, какое впечатление у вас? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно. Фу. Ну и давайте вытащим остальное. И кто же будет следующий? Ну, селач Гомер. Я надеюсь, ты нас сейчас повеселишь. Я в лучшем виде, чем были в 30-й. Селач Гомер. Ага, вот он говорит. Приветствую. Я цирковой силач. 13-й по популярности участник циркового представления. Но чувак, жующий стекло, скоро уходит. И я передвинусь в списке. У меня сила Геракла. И, как и Гераклу, боги дали мне задание совершить 12 подвигов. Однако, в отличие от Геракла, я, вероятно, смогу выполнить только 5 из них. Помоги мне совершить мой первый подвиг. Ошеломить деревенщин своей силой. Заставить села Ча Гомера произвести впечатление на деревенщин. Ну, если так логически подумать, значит, у него будет 5 заданий. Окей. Отправляем. Деревенщин. К лету сон, что ли, направился? Хотя, так не скажешь. Ускоряем. Что ты пока туда бежишь, хоть веселач? О, нет, он возле дома своего тут выпендривается. А где же ты тут деревенщин нашел, Гомерчик? Она так подошла, вроде бы так. Хи-хи, Гомер. Ты крутой, ты качок. А он, смотрите, одним указательным пальцем подымает. Ну, вообще. Да. Ну, круто, реально, я не спорю. Хи-хи. В чем будет заключаться второй подвиг Геракла? Ой, Гомекла. Извиняюсь. Гомекла. Если я смогу заслужить благодарность богов, они даруют мне какое-нибудь благо. Возможно, трико, которое нигде не зажимает. Силач, у меня есть восьмиголовая гидра, которая отнимет всю твою силу. Ты говоришь о восьмеряшках? Да, мои дети нашли мешок с конфетами на День Всех Святых, и теперь они разрушают мой магазин в поисках сахара. Делай все, что нужно. Будучи любящим родителем, я прошу только об одном. Не открывай окна, чтобы я не слышал их криков. Заставить силы Чагомера сразиться с восьмеряшками Апу. А, быстро, быстро он их осилит, всего лишь за 60 минут. Это же маленькие восьмеряшки. Я почти зажал их за автоматом с Квиши, но потом они меня поколотили и украли мой грузовой пояс. Побить работника? Иногда я горжусь моими детьми. Ради кого можно совершить подвиг? Ищу подвиг. Эй, силач, я кучу мяса привез от того грека, Диамеда, для моего нового продукта, ведьма Винни. А теперь ты хочешь смягчить его при помощи своих жирных кулаков? Они не жирные, они крупноформатные. Заставить силы Чагомера запихнуть мясо в морозильник. Что это? Ну, давай, вперед. Ну, мне уже стало веселее, надеюсь, вам тоже. Гомерчик тут реально очень прикольный. Ну, я добился больших результатов. Мясо было жестким, как подошва сапога, а теперь как подошва ботинка. Еще одна катастрофа в Красти Бургере. Полагаю, мораль такова. Не смотри на греков, преподносящих даренных коней ко рту. Есть дальше. Я должен правильно совершить один из этих подвигов, или я никогда не получу благодать богов. А я хочу благодати, большой благодати. Силач, я потерял одного из моих псов. Ты должен отправиться в ад, найти и привезти его назад. Мне нужно найти пса, но что это за ерунда, отправиться в ад? Он отказывается только на мой голос, отзывается. Так что во время поисков тебе придется таскать меня у себя на спине. И все это время я собираюсь жаловаться по поводу больших расходов на здравоохранение и пенсию. Как грубо. И все равно в ожидании блага. В ожидании блага. Заставить силача Гомера возить на спине мистера Бернса. О, может это будет совместное такое... Да. Жалко, что на сутки. Но мы сейчас ускорим, пока они... Ускорим их воссоединение, так скажем. Потому что они так по городу будут долго искать друг друга. Давайте их увеличим. Прикол. Если вы помните, подобное задание есть у синеволосого адвоката. Вот. Его, кстати, можно достаточно дешево вытащить из ящика Бернса. Вот. И он тоже его носил на руках. Ну, блин, он, конечно, оборзел этот Бернс. Я другого ничего не скажу. Но, тем не менее, вот такое вот задание. И как-то вот... Ну, чего-то мне не хватает. Вот, чтобы он дергал за ухо его, за волосинки эти две. Или там, как-то вот к нему бы на ухо что-то шептал. Ну, а то как-то вот они... Видите, Гомер и ухо мне ведет. И вот они так замерли и пошли, пошли, и такие пошли. Немножко странное задание. О, мой бедный песик. Ты такой усталый. Просто стисни зубами ногу силача, и он притащит тебя домой. Я думаю, он очень рад. Я так устал совершать подвиги. Кто бы мог подумать, что они похожи на работу. У меня для тебя задание. Я хочу, чтобы ты прибил быка у меня в баре. Сам убей. Следующим проявлением силы с моей стороны будет метание молний. Не, я про Дафбул. Новое пиво Даф. При производстве Дафбул ни одного быка не пострадало. Ну, или как-то так. Ну, наконец-то подвиг, для выполнения которого нужно напиться. Ну, почти обычная моя работа. Заставить силача Гомера пить Дафбул. Наверное, последнее будет задание. Пить Дафбул. Судя по всему, он пошел к Мо. Угу, таки да. Что ж, глядя на опустошенные тобой бутылки, я могу сказать, что ты совершил все 12 подвигов Гомекла. Давай споем про 47 моряков. Ммм, конец. Фуф, ну, насколько насыщенно получается, когда ты комплексно проходишь все задания. Друзья, как вам вот такой формат? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я так думаю, что так будет гораздо интереснее. Плюс у нас не так уже много осталось персонажей. Вот, и так проходить задание будет нам гораздо удобней. Вот. А на этом все. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.